Молодому поколению от свидетелей войны проект «Встреча поколений» задуман для того, чтобы приморские школьники узнавали о тяжелых страницах истории России из первых уст, из рассказов ветеранов Великой Отечественной. Все подробности у Юлианы Синько. Когда сегодня многие пытаются переписать историю, ее самые страшные и трагичные моменты для нашей страны, не забыть правду, нам помогают ветераны. И за это и молодое поколение говорит «Спасибо!» Умер, майор. Балалайка сплеснула горестно, торопливо, будто в бриту. На сцене школьники Первореченского района прочувствовали сказанные строчки и спетые ноты. Стихотворения и песни военных лет писали люди, которые сражались за родину. Поэтому они такие честные и проникновенные. Концертный зал Дворца культуры железнодорожников объединил сразу несколько поколений. На сцене те, за кого воевали. В зрительном зале те, кто воевал. Почетные гости праздника – 19 ветеранов Великой Отечественной войны и труда, локальных войн, труженики тыла. Связь поколения была и есть, и должна быть всегда. Для того, чтобы не было даже мыслей подмены истории на фоне разных политических событий. Чтобы каждое поколение передавало свою жизнь, свои истории, свои прожитые этапы. Об этапах военных и трагичных ветераны рассказали школьникам. Григорий Антонович Вакулишин во время войны собственными руками похоронил 28 боевых товарищей. На фронт его призвали в 18 лет и тут же поставили командиром приборного взвода зенитного полка. Каждый год ветеран встречается со школьниками и рассказывает им о невыдуманной исторической судьбе молодого парня на войне. Всегда испытываешь особое удовольствие видеть молодых наших, то есть наше поколение, то есть за что мы воевали. На самую большую награду, которую мы получили, это видеть последовательные результаты своей труда, видеть молодежь. И поэтому с особым удовольствием мы всегда встречаемся с ними. Ученики еще долго не отпускали ветеранов, дарили цветы, задавали вопросы, говорили спасибо. Встреча поколений стала возможностью для школьников познакомиться с настоящими героями. В ответ на поздравления ветераны обратились к молодым парням и девушкам с единственной просьбой – знать и уважать свою историю, особенно сейчас, когда ее всеми силами пытаются переписать. В американской истории, которую они писали, об Великой Отечественной войне написано 17 строчек, и там написано, что в войне участвовали, в битве против Германии участвовали и Россия. Вот только как. Концерт закончился, но вопросы и желание узнать больше об истории своей страны остались. Юлиана Сенько, Анатолий Барышников, Панорама.